Вот перегородка. А вот это вот парилка была. Вот сюда заходили дверь, сюда заходили, а вот это парилка была. Соседскую баню товарищество Весовщик женщина знает лучше своей. Почти пять лет она приходила сюда попариться. Месяц назад хозяева продали дачу. К новым жильцам загородного домика она не наведывалась. До прошлой субботы. Но уже по другому поводу. Около полуночи здесь бушевала стихия. Муж помылся. Я уже самая последняя. Ничего не почувствовала даже. Ну легли это поужинали здесь. Никакого ни запаха, ни гари, ничего. Ну а потом в итоге легли спать. Слышу прям что-то вот отблески, прям на небе какое-то что-то такое. Я еще смотрела, смотрела, не могу понять. Решетки, окошко. Опять шум какой-то. А здесь дизеляши эти поезда ходят. А мы еще так. Потом давай треск какой-то. Яму уже трясти, подняла. Оно уже немножко начало пробивать огонь. Спустя несколько минут сюда прибыли пожарные расчеты. Погодные условия затрудняли работу огнеборцев. Пламя подбиралось к другим строениям на участке. Было принято решение ввести сразу три ствола. Наши спасатели ликвидировали загорание. И тем самым предотвратили распространение огня на соседний жилой дом. Укротить стихии удалось за считанные минуты. В этом ЧП никто не пострадал. Сгорела баня. Но почему? У специалистов уже есть основная версия. Нарушение правил эксплуатации печей. Соседи и пострадавшие выдвигают свои предположения. Они говорят, а вас никто не поджег? Я говорю, да вы никому ничего не делали. Мы только еще вообще не знакомы. Сутками позже ЧП произошло в садовом товариществе «Березонька». Там горела баня. Как и в первом случае, никто не пострадал. Огонь уничтожил лишь имущество. По обоим фактам специалисты проводят проверки. Всего за неделю в городе и районе произошло четыре пожара. Обошлось без жертв. Что касается статистики, к прошлому году количество ЧП возросло на два случая. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.